Более 30 скульптур Владимира Ильича Ленина, нашего земляка, создателя первого в мире социалистического государства, такой подарок сделал музей-заповеднику «Родина Ленина» гражданин ФРГ Йоханнес Альтмеппен. Это так называемые кабинетные портреты. Предназначались буквально для кабинетов руководителей, предприятий, организаций, учреждений. Вот эти портреты, они не оригинальные произведения, они тиражированные. Этот жанр начался в 1925 году, когда скульптор Харламов в производственной мастерской, тогда уже Ленинградской академии художеств, первый раз тиражировал в гипсе несколько бюстов Ленина. Коллекционер, преодолев немалый преград, лично приехал в Ульяновск, а коллекция поступила при содействии русского дома в Берлине и посольства. Поскольку Йоханнес Альтмеппен не владеет русским языком, в качестве переводчика согласился выступить Александр Карасюк, друг у Йоханнеса, инженер, очевидец последствий аварии на Чернобыльской АЭС, автор серии «Книга Чернобыля». Кстати, они познакомились в те страшные дни, когда началась ликвидация последствий аварии. Они оба выступали за мирное использование атомной энергии. Йоханнес Альтмеппен с 1969 по 1974 года был советником Вилли Бранта, а потом работал в руководстве энергетических компаний. Главным своим вкладом в политику считает неполучение ФРГ, ядерного оружия и рождение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанного в 1987 году между СССР и США. «В 1991 году я первый раз приехал в Ленинград с гуманитарной помощью, с продуктами питания, и тогда приобрёл первый бюст маленького Ленина. С этого началась моя коллекция». К слову сказать, автор первой скульптуры коллекции юного Ильича с книжкой Велихова отиражировал её Ленинградский фарфоровый завод. Следующими в коллекции стали скульптуры Ленина из бисквита, фарфора без глазури, обнаруженные коллекционером в Таджикистане, в гараже у друга. Наиболее значимая из них – Ленин за работы, выполненная тоже на Ленинградском фарфоровом заводе. Её автор Николай Андреев. Он имел возможность несколько дней в 1920 году наблюдать за работой Ленина в Кремле и делать зарисовки. В коллекции есть работа Матвея Генриховича Манезера, автора памятника Ленину в Ульяновске. Это настольная медаль «Семья Ульяновых», выполненная Ленинградским монетным двором в 1962 году. Две скульптуры принадлежат Владимиру Ефимовичу Цыгалю. Это уменьшенные копии памятников – Ульянову-гимназисту на привокзальной площади в Ульяновске и Ульянову-студенту, установленного перед Казанским университетом в столице Татарстана. Работы датируются первой половины 50-х годов прошлого столетия. Как отметил Еханас, решение отправить коллекцию в Ульяновск он принял сам и очень давно. Александр Анатольевич помог лишь ее пристроить. Я просто сумасшедший человек. Когда появились первые бюсты, я стал посещать все блошиные рынки в Берлине, в Москве, в Ленинграде, в других немецких городах. И если видел скульптурку Ленина, то покупал. Уникальной коллекции можно было полюбоваться всего один день. В дальнейшем она будет находиться в фондах. Вновь ее выставить лишь в конце декабря, как украшение выставки, посвященной столетию образования СССР. Ирина Антонова, Геннадий Бухтояров, Управда ТВ.